Ребят, всем привет! Мы начинаем с вами новый вложик, новый день. И идём с вами завтракать опять в то место, где мы были, наверное, позапрошлым влоге. Сегодня я пригласила на завтрак свою мамочку. Будем завтракать с ней вместе. У нас есть что обсудить. Планируем с ней скоро поездку опять совместную. Сегодня очень холодно, просто ветер жуткий. Я мучилась с парковкой, стала довольно далеко за углом от кафе. Кафе сейчас будет... Ой, боже, какой ветер, я не знаю, слышно меня? Вот Миллс, вот это местечко. Мне очень понравилось в прошлый раз здесь, поэтому идём опять на сырнички. Ой, как холодно! Скорее кофе! Ой, как миленько здесь тыкву поставили. В прошлый раз не было. Наверное, Хэллоуин якобы, потому что паутина. Класс! Так, меню. Ну что, мы будем сырнички и тост авокадо, да? Так, мой кофе на миндальном молочке, а мама взяла простой белый кофе. Сейчас ждём сам завтрак. Так, шикарная порция сырников. Немножко отодвину тут кофе. Сейчас начнём с сырничков. Здесь аж 6 штук. Инжиры, ягоды и сметанка. Вообще шикарная порция. Мам, ну давай попробуем. Перевилочку. Маме принесли тост с лососем. Сейчас мы его даже разделим. Такой большой довольно. Давай. Да-да-да. Благодарю. Так, мы позавтракали обалденно. И сейчас приехали в центр города, на Бривебас. Вот в такой классный магазинчик. Маме там нужно кое-что купить. Я думаю, я с ней сейчас заскочу. Это такая как база. Здесь и посуда, и какая-то еда, и сухофрукты. Давайте зайдём и посмотрим. Вот такой огромный выбор орехов, например, здесь. Грецкие. Какие хотите. Индийские. Пеканы. Семена чеатриева. А, это уже как стружка такая, мандариного ореха, да? Такая такая, Денис. Угу. Может, трудно там нарезать. 106 января использовать. Угу. Ну, да. Короче, всё, что хочешь. Да, ладно. Ты мне смотри на момент. Да, 4,80. Угу. Барбариски, 5,50. Барбариски. А, там гонжи. Ягод. Это были гонжи, а это я как-то не видела. Я тоже. Калта это с барбариски. Интересно. Приправы, да, в таких пакетах? Да. По килограмму. Кундочку. Да. Куркума. Решётка. Тимбанка. Угу. Во втором зале есть посуда. Здесь, в принципе, как база для кафешек, для ресторанов. Мороженицу. Кактусик. Бутылочки для масла. Разные формы. Ой, как недорого. 5 евро, 3. 12 евро большая, да? А, ну это с сухофруктами. А вот это вот красивое, такая с орехами. 15 евро. Угу. Сейчас Новый год, вот на подарок. Кто любит. И потом ещё и останется эта колба. Да, как база. Угу. Здесь, кстати, очень выгодно покупать растительное молоко. Вот, например, гречишное молоко в евро 87. Это очень дёшево. Ребята, я заехала в Манго. На улице такой дубак, что я решила купить себе шарф. Я давно его уже присмотрела. Кремовый такой, молочный. Сейчас померю. Может быть, возьму. Очень холодно сегодня. 3 градуса. Стоит он, правда, 25 евро, по-моему. 26 даже. Ну так. Но красивый. Видите, как так блестит. Мягкий-прямягкий. Угу. Угу. К моей куртке подходит прям. Есть ещё красивые очень хаки. Такой же фасон, как этот светлый. Хаки. И вот такой бежево-светлый такой. Серо-бежевый. Очень мне нравятся хаки. Ну, вроде как этот мне куртки больше подходит. Не знаю. Такой ко всему больше. Я бы, конечно, два взяла. Красивые. Так, шарф я всё-таки купила. Потому что у нас 4 градуса на улице. Жесть. Просто жесть. Зима. Был очень тёплый октябрь. Начало ноября тёпло. А сейчас всё как-то похолодало. Ну, теперь я спокойненько могу гулять дальше. И мы едем на базарчик. На рынок фермерский. Вот он уже справа виднеется. Сейчас будут виднеться белые палаточки. Вот они, вот они, вот они. Сейчас мы сюда зайдём. Только нужно паркануться. Ура! Мы идём на рынок. Обожаю эти рынки всякие. Тут и одежда, и мастера, и еда, и всё, что хотите. Свечечка, да? Шерстяное много. Сколько стоит? Нет цены. Непонятно, шерстяные такие вещи. Шерстяное платье. Ага, тоже свечка. Шкатулка. Шапочки. Вот такого типа мне надо цвета? Да, как будто хочется светлее. Мой новый шар, он светлее. Мой новый светлее. О, начинается самое интересное. Это еда. Булочки. Глеб. Картофель? Картофель. Булки. Картофель. Да. Темные, мы сидим с Кабэс Кремс. Три сэра. Три еврека. Один часатый, кстати. Три сэра. Национальная выпечка. Морковка с картошкой, да? Да. И ванга, без фена, без саля. А саля ска там не шарка. Вкусно. Очень вкусно. с берем горячий напиток облепиха и яблоко аккуратненько яблочный сок свежий чего тут только нет очень красиво деревянная лопаточка с такой деталь что-то варят фасоль а это фасоль фасоль на 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 латвийске а полетия ага ты хочешь попробовать да это пупа слоялась Какие-то бобы. Бобы какие-то варят. Бобы, я знаю. Бобы большие. Пробуют. Пупа слоилась. Большие бобы. В овощном соусе. Чили? Такие красивые пирожные. О, просто нереальная. Шикарная рыбка. Котлетки. Котлетки уже брали. Очень вкусные. Берём ещё, да, котлеты? Да, мы вообще дарим. Вообще, как после... Хачапури, да? Хачапури. И наша традиционная... Не могу выбрать это слово я. Скландраусис. Скландраусис. Вот эта кругленькая. С морковкой картошка. Очень вкусно. Сейчас одну возьмём. Скландраусис. Сбекский плов с бараниной. Шикарненько. Шикарная ватрушечка, да? Да. Такие прям. Прямо творожочек такой прям там настоящий. Пирожки по 50 центов. все вкусно выглядит мы горячий напиток выпили кое-что купили классно провели время погуляли здесь рекомендую всем кто из риги иногда заруливать на этот каунтемский базарчик очень милой а мы поехали дальше так нас они мотают по всему городу мы уже приехали в домино смотреть маме обувь сейчас только перекусим потому что мы замотались кстати я не снимала много мы уже в спицы были реально по всему городу сейчас быстро в ледо что-нибудь съедим и вернемся смотреть обувь не открылся большой сенсай вот здесь справа кто любит но там дешевая одежда но там также есть для дома очень много всего недорогого салатчики так у нас тут буквально на двоих обед борщ свекольный салат и вот это очень вкусная рагу новая батат и цветная капуста в ледо рекомендую попробовать вот это все стоило 570 кстати в домине есть аппликация если показывать эту аппликацию сканируется то там скидочка по вам десять процентов идет мы тут проходим мимо юска так классно сделано все таки эти свечки light которые имитируют огонь например у кого маленькие детки вообще супер выглядят и красивые елочные игрушки зеленые я как фанат зеленого очень милая вообще в юске выглядит что очень много всего интересного и вот это кресло конечно просто бомба из всеми любимого тэдди 180 евро сейчас стоило бы она хотя бы 80 я бы наверно купила себе классная чеки мам не нравится тебе ничего такие правда темная подошва и врань вот эти маме понравились но размера ее нету классные светлые ботинки кожаные очень удобная да на бок тоже по скидке стоили 100 сейчас где-то 80 слушайте пол седьмого я только до дома добралась после 2 вечера уже темно мрак я на секундочку выехала из дома в девять на завтрак у нас мамы так есть если мы выбираемся то мы уже с ней по полной тогда делаем все дела идем туда куда мы хотим идти все по плану все обходим вот получается что совсем поздно я приехал домой сегодня у нас был супер классный девчачий день прям очень такой релакс я получила и даже не омрачила мне одно событие меня штрафа нуля представляете мне штрафа нуля я забыл я виновата сама я забыла платить в центре парковку мы перебирались в центре там разные места я все время оплачивала и в одном месте я забыла буквально на 20 минут мы вышли в магазин короче 17 евро штраф но если я оплачу пораньше там чем срок то 1360 просто на 20 минут выскочила в магазину сама виновата забыла оплатить так показываю что сегодня купила на завтраке в этом кафе там есть магазинчик в прошлом моем или позапрошлом влоге я уже это говорила при кафе есть магазинчик биопродуктов и я там купила такие классные штучки конфетки такой как снег полезные это такие квадратики из спирулины и фруктового сока спирулина и малина по-моему мне кажется классно если хочется что-то быстренько съесть там не знаю чего-то сладенького хочется вот такая вот штучка можно даже с собой брать правда я не пробовала вкусно но я думаю что вкусно я думаю что спирулина там особо то не чувствуется но цвет такой темный а так будет как фруктовые конфетки дальше мы заехали в магазин гемос как вы видели биопродуктов там я взяла полкило грецких орехов таких более измельченных там были покрупнее половинки но я выбрала именно измельченный вариант том что я все равно использую их в кашу например то есть она в мелком виде полкило орехов и взяла гречишное молоко я показывала что на него очень хорошая была цена евро 87 я сейчас примут на растительное молоко подсела можно сказать то миндальное то кокосовое простое я тоже конечно же пью я там не какой-то веган или кто но просто хочется иногда вкусненького такого молочка растительного дальше на рынке канцема я взяла вот эти котлеты я их уже покупала один раз там повторила нашла этого продавца они обалдены это рыбные котлетки из трех разных рыб не помню какой помню что точно есть лосось остальные какие две не помню вот эта упаковка стоит всего 3 евро представляете за 7 котлет 3 евро наше время еще только бывает на фермер фермерском рынке где практически биопродукт схватил эту упаковку буду с удовольствием есть и и и и там я взяла еще вот эту нашу национальную штучку с морковкой с картошкой и вот такой вот как тесто слой внизу это очень вкусно они бывают еще сладкие с творогом и бывают более соленые обалденно такая штучка тоже стоит 3 евро но мне и упасть и думаю что на два дня сполна так это то что касается еды и не продуктовой покупки конечно же это мой прекрасный шарф у меня сегодня просто выручила в этом холоде я бы так не купила наверное вас спонтанно сегодня я его присмотрела в манго но так как сегодня был дубак я думаю все просто надо брать специально заехала в манго как вы видели и он меня сегодня просто спас он мега мягкий такой прям шелковистый там составе есть вискоза огромные достаточно но нужно просто новострица его красиво завязать и тогда будет очень классно цвет молочный прям то что мне хотелось на эту осень зиму дальше я еще забежала сняв дрогас там не снимала но тем не менее я купила там вот такой лак для ногтей мне сейчас такой же гелишь примерно да на ногтях такой хаки я подумал что скоро мне этот гелишь отрастет может быть я сама сниму и какой-то период вот если мне захочется повторю этот цвет уже сама это катрис у нас и оттенок называется olives and wine номер 106 оливки и вино красивый цвет мне я очень люблю я вот раз в год осенью сюда делаю этот гелишь и последнее что я купила это вот эта масочка ее покупаю уже не первый раз это битекс белорусская косметика и кислородная бомба здесь две масочки наносишь на лицо и она становится такой как шипучкой белой 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 такой как пеной на лице потом просто это все надо смыть и кожа действительно увлажненная вот это прям вот пример бюджетной классной маски которые реально что-то делать по крайней мере для меня oxygen bomb bubble mask маска шибучка с активными кислородными пузырьками мою кожу она увлажняет и напитывает супер маска взяла ну что на сегодня это все показала вам все что я приобрела спасибо что были со мной надеюсь вам было интересно провести этот день со мной такая сборная солянка получилось но вот такой выходной мне сегодня всем огромное еще раз спасибо и до скорой встречи в моем следующем видео всем пока